Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых, фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Амаркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Ну что ж, мы продолжаем следить за тем, как доллар набирает массу, собственно, становится все дороже. Текущие котировки по индексу американской валюты 105.18. И, судя по всему, действительно индекс доллара заряжен на дальнейшее восходящее движение. По повестке текущего экономического календаря с сегодняшнего дня нас ожидают еще несколько отчетов, на которые обязательно стоит обратить внимание. Во-первых, в 7.30 по GMT блок данных по еврозоне – это индекс активности производственного сектора и сфера услуг еврозоны в целом, и Германия. Обязательно нужно будет проанализировать эти данные, потому что некоторое время назад мы добавили евро в наш портфель и активно шортим этот инструмент, ожидая то, что очень скоро европейская валюта обновит новые локальные и многомесячные минимумы. Этот прогноз не изменился. Также сегодня в 12.30 по GMT данные по рыночным продажам Канады. Учитывая то, что мы ждем довольно неплохой отчет, по прогнозам ожидается рост рыночных продаж на 0,4% против повышения позапрошенных месяцев на 0,1%. Я думаю, что этот релиз может поддержать дополнительно канадский доллар. Нет сомнений в том, что рыночные продажи будут на высоких значениях, потому что это, по сути, продолжение данных по инфляции. Ранее, на прошлой неделе, мы помним, что был зафиксирован значительный рост потребительских цен как в месячном, так и в годовом выражении. Поэтому здесь нужно сделать абсолютно логичный вывод о том, что к этому росту привела активизация потребителей. При хороших данных канадский доллар сегодня точно сможет получить возможность для допукрепления, тем более, что попутным метрам сейчас для него выступает еще и рынок нефти, который также восстанавливается. Дальше по отчетам в 13.45 индексы PMI производственного сектора и сферы услуг США. Тоже по ожиданиям цифры должны быть неплохими. По крайней мере, в экономических календарях сейчас значатся оптимистичные прогнозы, что может дополнительно поддержать позиции индексом доллара. Вернемся к американской валюте. Конечно же, сейчас рынок продолжает переваривать итоги заседания предрезерва, которая состоялась в этом среду. Ставку, как мы помним, не изменили. В соответствии с ожиданиями оставили на отметке 5,5%. Но ФРС допускает возможность ее повышения еще на 25 байсных пунктов под конец этого года. Я думаю, что в ноябре. Джером Пауэлл на пресс-конференции сделал отсылку на то, что большинство голосующих членов за то, чтобы регулятор не останавливался на достигнутом уровне и предпринял еще как минимум один шаг, который будет предполагать ужесточение национальной монетарной политики. Что касается тех заявлений, которые были сделаны на пресс-конференции, мы помним, что основные задачи американского регулятора – это максимизация занятости и обеспечение стабилизации цен, то есть снижение инфляции в район 2%. Эти задачи, безусловно, будут выполняться. Но для того, чтобы американский регулятор приблизился к достижению поставленных целей, нужно, опять же, проводить по-прежнему политику с акцентом на потенциальное повышение процентной ставки. Также ФРС улучшил прогнозы по ВВП и рынку труда. В этом году ожидать, что ВВП вырастет на 0,1% – это в два раза лучше, чем прошлый прогноз, который предполагал повышение на 1%. Уровень безработицы снизится с 4,1% до 3,8%, при этом также ожидается рост инфляции. В годовом выражении это прогноз с 3,2% до 3,3%. Кстати, пересмотр прогноза по росту инфляции, возможно, и стал той самой основной причиной, по которой доллар продолжили покупать. Потому что чем выше будет инфляционное давление в условиях растущих цен на нефть, тем больше оснований для Федрезерва не отказываться от тех планов, которые были анонсированы ранее. Тенденция остается бычей. Я думаю, что очень скоро индекс доллара окажется на новых максимумах. Европейская валюта 1,0649. Ждем, соответственно, новые минимумы. После повышения ставки Европейским центральным банком, Лагард дала понять, что текущий уровень ставки, то есть, скажем так, ставка достигла уровня необходимого для стабилизации цен. И вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндес также отметил, что на данный момент ставка более чем достаточно, чтобы обеспечить снижение инфляции, возвращение инфляции к 2-процентному целевому ориентиру. Ну, может быть, это и есть сигнал того, что ЕЦБ все теперь не возьмет паузу довольно продолжительную и не будет дальше ужесточать национальную монетарную политику. В таких условиях, друзья, я думаю, то, что мы смело сейчас можем держать короткие позиции по евро, потому что даже на контрасте ожидания, если ЕЦБ ничего не сделает, а ФРС поднимет ставку еще один раз, будут созданы условия, которые повысят привлекательность, прежде всего, доллара по отношению к евро. Британская валюта 1,2276. Здесь тотальное разочарование. Давал я шанс фунту реабилитироваться в глазах продавцов после решения Банка Англии по процентной ставке, но, вопреки ожиданиям, британский регулятор вчера решил оставить ставку на прежнем уровне 5,25%. Это крайне странное решение. Не знаю, чем они руководствовались. Неужели лишь одним улучшением месячного показателя по инфляции. Есть вопросы к компетенции, поэтому я думаю, что дальше уже рассчитывать на то, что Банк Англии активно вмешается и возьмет ситуацию под контроль, не стоит. Я после вчерашнего решения, друзья, ну, скажем так, с сегодняшнего дня открываю короткую позицию по фунту и буду ждать уже снижения пары фунт-доллар в район отметки 1,18. Рынок нефти Brent 92,80. По мнению представителей ОПЕК, котировки могут достичь 100 долларов за баррель уже до конца этого года. Довольно неплохой сценарий, но я думаю, что это произойдет гораздо раньше, уже в перспективе ближайших нескольких недель. Доллар канадец шортим с целями 1,30, 3,50, 1,33. Ждем сегодня поддержку от статистики по ручным продажам. И пара доллар-иена 148,10 текущей котировки. Банк Японии не внес каких-либо корректировок в текущий вектор национальной денежно-кредитной политики. Не было никаких заявлений, касающихся интервенции. Поэтому спокойно удерживаем эти лонги с целью 150, где уже будем с большей степенью опаски смотреть на возможность валютных интервенций. Потенциал у пара еще практически 200 пунктов восходящего движения. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока.